Поселок Гремячев уже несколько лет как вошел в черту города Чебоксара. Это предполагает и соответствующие блага цивилизации. Нормальные дороги, газ, централизованное водоснабжение. А вот с этим у некоторых жителей проблемы. Наша съемочная группа побывала в новом микрорайоне столицы. Новые дома, спутниковые антенны. На первый взгляд все так, как должно быть в современном частном секторе. Вот только главного здесь все же нет. За водой многодетная мать Ирина Сорокина, как и его соседи по Гремячевскому переулку, вынуждена ходить по старинке, вооружившись бутылками и тележкой. Единственный источник воды – колонка, стоящая на параллельной улице. Каждый день ходим и дождь, и мороз, и холод, любую погоду, и метель. И так все шесть лет. Чтобы помыть посуду или постирать вещи, хозяйка греет воду в кастрюле. Сколько еще придется жить в спартанских условиях, мать и дверях детей не знает. Руки моем тоже. Воду наливаем, умывальник. На самом деле водопровод в поселке есть, вот только он еще не дошел до переулка. Хотя земельный участок семья Сорокинах получила еще в 2012 году. Вроде бы какое-то время в переулке работал какой-то водопровод, но сейчас он отключен. В соседе живут кто как, кто сами бурили воду очень глубоко. Говорят, вода соляная, и пить невозможно. Они тоже ходят за водой и покупают воду. Хочется вот верить и ждать, что на нашу улицу тоже вода придет. Хотя мы обращались в администрацию города. Нам ответили, что у города нет денег, чтобы помощь оказывать нам. Но мы надеемся и ждем. Отсутствие воды напрямую влияет на пожарную безопасность. У нас, например, дом деревянный, и в случае пожара нам нечем тушить. В летнее время жару очень опасно жить. Проблема серьезная, и решить ее можно только общими усилиями. Жители надеются на конструктивный диалог с администрацией столицы. Рифат Фадкулин, Павел Редков, Республика.